здравствуйте друзья этот обзор также обязан своим появлением вам а точнее тем подписчикам которые присылают мне для тестирования купленные ими гаджеты и сегодня темой видео будет выключателя кара из новой серии h1 mars интересны своим дизайном и выбором различных расцветок а также широким набором функций включающим себя и энергомониторинг и отвязку клавиш от прямого управления реле и даже прямой биндинг герой обзора версия черного цвета проводная с нулем на две линии мы разберем его возможности в базовом приложении окара ху проверим совместимость с разными регионами попробуем подключить me home кроме этого рассмотрим его работу в apple home kit и home assistant используя разные методы подключения а перед тем как мы начнем традиционно прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей которым интересна тема умного дома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше модель окара h1 mars тип устройства zigbee выключатель с нулем на две клавиши интерфейс zigbee 3.0 максимальная мощность нагрузки 2200 ватт общая по входу ток не более 10 ампер дополнительные опции отвязка клавиш от реле энергомониторинг память состояние возможность прямого управления zigbee устройствами базовое приложение окара home регион материковый китай поддержка apple home kit home assistant размер 86 на 85 с половиной на сорок 36 миллиметров рабочая среда температура от 0 до 40 градусов цельсия влажность от 0 до 95 процентов поставляется устройство в белой коробке с синими надписями и иероглифами стандартная для окара оформления под китайский рынок только вместо изображения выключателя тут сделали прозрачное окошко что в общем то правильно так как эта линейка выпускается в шести разных цветах сзади указаны краткие технические параметры о них я уже сказал тут в отличие от глобальных версий тоже много иероглифов комплекте поставки кроме выключателя инструкция тоже на китайском и крепеж для установки в подрозетник два винта большую часть почти квадратной поверхности занимают клавиши в линейке есть версии на одну две и три линии управления а также беспроводные версии на 1 и 2 клавиши светодиоды находятся в тонком промежутке между клавишами и верхней панелью с названием бренда сзади четыре винтовых контакта соответственно фаза и ноль а также две выходные фазы на нагрузку версии выключателей с нулевой линии могут работать независимо от того подключена к ним нагрузка или нет один из ключевых моментов установка в круглый подрозетник невозможно без его доработки тут есть два варианта замена на квадратный или немного его распилить чтобы влез задник выключателя а сам выключатель монтировать напрямую к стене используя угловые отверстия на рамке кто находится на стадии ремонта то есть смысл сразу устанавливать везде квадратные подрозетники и проводить к ним нулевую линию тогда вам будет доступен полный диапазон умных устройств для установки в них перед монтажом необходимо снять переднюю панель с клавишами в отличие от версии окара d1 d1 тут снимаются не отдельно клавиши а весь блок какой h1 pro h1 eu или s1 это позволяет монтировать выключатели этих серий в рамки собираю тестовый стенд который состоит из пары соединенных вместе квадратных подрозетников при подключении фазы и нуля проверяйте чтобы все было подключено правильно реле должно разрывать именно фазу для подключения нагрузки я на первую линию выключателя подключил розетку фазовый провод на выход l1 нулевой общий от сети закрепляем выключатель при помощи винтов которые через боковые отверстия устанавливаются и завинчиваются в крепление подрозетника с квадратным 86 на 86 миллиметров никаких проблем нет все подходит идеально готовы тестовый стенд левая клавиша выключателя теперь управляет подачей питания на розетку сначала в качестве нагрузки возьму обычную энергосберегающую лампочку но в ходе тестирования она будет не единственной режим сопряжения включается удержанием правой клавиши пока светодиоды над ними не начнут мигать синим цветом логическую часть начнем с родного приложения acara home как видите у меня установлен регион материковый китай качестве шлюза тут acara m2 в списке устройств справа сверху открываем меню добавления новых аксессуаров в поиске нахожу acara h1m хотя на самом деле какое устройство выбрать значение не имеет главное чтобы zigbee в любом случае это включает на шлюзе режим добавления новых устройств а разница только в том что приложение покажет как включить сопряжение на выбранном устройстве после подключения запустится небольшой мастер настройки их кстати можно будет любой момент поменять и из плагина каждая клавиша с точки зрения системы это отдельно взятый выключатель для которого настраивается внешний вид имя выбирается тип управляемой нагрузки с точки зрения функциональности тут все одинаково просто меняется тип устройства в приложении выключатель появился в общем списке устройств большую часть основного окна плагина выключателя занимают изображение клавиш в этой версии их две на них отображается чем именно они управляют чуть ниже панель энергомониторинга работает быстро данные появляются в течение нескольких секунд в меню настроек большая часть опций стандартные такие как название локация версия прошивки и так далее основной интерес представляет меню дополнительных настроек тут имеется опция памяти состояния то есть после возобновления питания устройство будет переключаться в тот статус которым было раньше это очень важно особенно при управлении умными светильниками которым постоянно надо питание есть опция отключения светодиода в ночное время эксклюзивная для выключателя окара возможность отключения клавиш от управления реле называется переключение беспроводной режим это обязательное условие например для работы с умными светильниками когда питание на них идет постоянно а управление по событию нажатия на кнопку и еще одно меню такое мне раньше не попадалось называется настройки нагрузки для каждого реле по отдельности и пока это бета-версия можно выбрать один из трех режимов обычный стандартный для выключателей замыкание размыкание реле тут все понятно интеллектуальный тут открывается меню выбора устройств и скоро мы подробнее разберемся с ним и импульсный с возможностью установки задержки от 300 до 2000 миллисекунд давайте проверим как он работает я поставил значение 500 полсекунды вот как он работает питание подается всегда при нажатии на клавишу она отключается на заданный интервал времени включается снова вернемся к второй опции настроек выбор устройства я решил проверить одно возникшие у меня подозрение для чего подключил систему zigbee это важно лампочку что не менее важно к тому же самому шлюзу хотя у меня в акарах он китай он только один подключил я ее вместо энергосберегающей лампочки на первую линию этого же самого выключателя теперь списке устройств появилась и она выбираем после этого приложение выводит сообщение о том что контролируемая лампочка должна быть подключена к той же клавиши и на тот же самый шлюз что и выключатель проверяем клавиша теперь управляет лампочкой реле при этом не переключается но главный момент в другом вот шлюз которому они подключены но управление продолжает работать реле выключателя не задействовано все на уровне логики то есть это режим прямого биндинга между устройствами в плагине который без шлюза конечно не запустится это отображается как обычное нажатие на клавишу хотя реле напоминаю физически не переключается несмотря на то что отвязка клавиш от реле не активирована перейдем к автоматизации выключатель можно использовать и как триггер в разделе если и как действие в разделе тогда в первом есть различные варианты для использования как входящего события включение выключения правого или левого канала так и дополнительного условия например обнаружено движение когда правый или левый канал включен или выключен есть чисто логические события например для использования в режиме отвязки клавиш от реле тут только одиночное нажатие на правую левую и обе клавиши вместе вот пример работы с управляемой лампочкой реле замкнуто питание всегда есть клавиша отвязана от реле по событию одиночного клика лампочка переключает свое состояние такая автоматизация работает локально хотя ее работа зависит от шлюза автоматизация позволяет устанавливать дополнительные условия типа яркости цветовой температуры также он может участвовать в действиях автоматизации которые будут запускаться при выполнении условий триггера тут для каждого канала есть включение выключение и переключение состояния напротивоположное проверим работает ли выключатель в acara home регион европа это еще один часто задаваемый вопрос так как много пользователей имеют глобальное устройство работающие в этом регионе у меня тут подключен отдельный шлюз acara e1 поиск по модели h1 выдает только четыре модели но как я и говорил для шлюза не имеет значения что тут выбирать в режим подключения новых устройств он переключается в любом случае тем не менее данных о этом выключателе на европейских серверах нет поэтому хоть и физический шлюз видит это устройство логически он с ним работать не может поэтому выдает ошибку подключения проверим работу в apple home kit в котором мой шлюз acara m2 подключен в режиме моста соответственно это позволяет системе видеть подключенные к шлюзу устройства правда встроенным шлюзы к контроллером которые эмулируют пульты управлять отсюда нельзя вот устройство которое подключены сейчас к шлюзу лампочка окара с которой мы экспериментировали герой обзора по умолчанию он пробрасывается одной общей плиткой при нажатии на нее открывается окно в котором каждом из реле можно управлять по отдельности мне кажется что удобнее будет включить режим на отдельных плитках тогда каждый канал будет виде отдельного переключателя на главном экране что касается лампочки окара тут стандартное управление включить выключить яркость и цветовая температура от теплого желтого до холодного белого предполагаю что будут спрашивать и про mi home поэтому проверю и тут использую регион китай в котором больше всего поддерживаем их устройств качестве шлюза xiaomi gateway 3 списке устройств тут тоже нет вариантов выбора кара h1 поэтому беру первый попавшийся выключатель сути это не меняет однако ситуация тут аналогично европейскому региону wakara home устройство неизвестно системе поэтому подключение не происходит теперь время для альтернативных систем я использую всем рекомендую home assistant начнем с его штатной интеграции для zigbee устройств zha которая работает у меня через usb zigbee stick sanof e на базе чипа efr32mg21 запускаем режим подключения новых устройств в интеграции зажимаем кнопку на выключателе пока не начнут мигать светодиоды хорошее начало устройство обнаружилось и даже с какими-то объектами давайте посмотрим что нашлось два выключателя и идентификация остальные точки контроля к сожалению не распознались к слову говоря герои обзора как и подавляющее большинство устройств стационарным питанием выполняет роль роутера то есть передает данные от и для других узлов сети но взыха он работает как самый простой выключатель на две линии только включить и выключить теперь перейдем к зигбиту mqtt актуальная на дату видео версия 1.34 тут у меня тоже используется usb stick sanof но на модуле cc2652p так как стики разные zha и zigbee2 mqtt работают одновременно на одном сервере на этой версии поддержки устройства к сожалению нет она подключается но определяется как неизвестное попробуем решить вопрос через внешний конвертер это файл который подключается отдельно к зигбиту mqtt и содержит в себе описание того как работать с устройством которое или не поддерживается штатно или поддержка не полная найти новый конвертер под новую модель на гитхаб проекта мне не удалось поэтому я сделал его сам используя в качестве шаблона официальный конвертер от двухканального выключателя с нулем окара h1 pro в базовом виде только с заменой айди номера и описание модели он запускаться не захотел некоторые опции пришлось убрать это все делалось методом проб и ошибок кстати именно создание конвертера оказалось самым длительным процессом при создании этого обзора но кое-что у меня вышло все нужные ссылки на описание конвертеры вы найдете под этим видео на картинку я не заморачивался хотя при желании можно нарисовать ее но теперь эта модель имеет статус поддерживаемый и так что у меня получилось опции энергомониторинга мощность энергия напряжения работают внутренняя температура устройства работает память состояние отключения диода в ночное время не работает пока не получилось а вот флип работает имеется ввиду то когда диоды подсвечивают клавиши в одном положении когда их реле замкнута в другом наоборот когда разомкнута например чтобы в темноте легче найти выключатель на стене action это сенсор куда прилетают логические нажатия на клавиши работает но ограничено чуть дальше покажу как управление реле и установка режима клавиш связаны или отвязаны от реле работают нормально что я имел ввиду под ограниченным режимом работы сенсора action с одной стороны события он генерирует вот например единичное нажатие но не различает клавиши правую и левую при нажатии на любую будут одни и те же события тут есть одиночное двойное нажатие если у вас есть доработанный вариант конвертера пишите в комментариях ссылку на него я добавлю в описании и третий вариант интеграции устройства в home assistant через осылать шлюз я использую актуальную на дату обзора прошивку от 9 мая 2023 года подключаем и потому что шлюз присвоил ему конвертер по умолчанию 0 понимаем что и тут нет штатной поддержки для этой модели вот его страница по умолчанию тут тоже можно попробовать решить вопрос через конвертер только не написание а подмену находим в списке поддерживаемых тот же самый выключатель h1 pro с нулем на две линии и смотрим его номер 145 вручную указываем его на странице h1 марс чтобы шлюз работал с ним по тем же правилам что из про после этого выключатель определяется как поддерживаемый и даже выглядит похоже только чуть другая форма клавиш а так даже цвет черный его объекты разделены на две вкладки на 1 из наиболее полезного управления реле текущая мощность все работает на второй flip отключение ночью режим работы и режим работы клавиш и тут все это дело работает чтобы отвязать нажатие на клавишу от переключения реле нужно отправить на нужный канал команду decouplet остальные режимы активируются либо установкой галочки в чекбоксе или передачей команды включить соответственно для выключения передача команды выключить или снятия галочки с чекбокса диоды переключаются память состояние работает и тут нормально работают логические команды которые особенно полезны при отвязке клавиш от реле вот одиночное нажатие на правую левую клавиши двойные нажатия если при этом клавиша не будет отвязана от реле она два раза переключит его состояние и одиночное двойное нажатие на обе клавиши одновременно всего шесть вариантов логических событий должен признать что устройство получилось с одной стороны очень интересным с другой имеет множество нюансов к плюсам стоит отнести интересный дизайн с возможностью выбора из шести вариантов цветов наличие энергомониторинга причем с быстрым обновлением фирменный режим макара отвязки клавиш от реле усилены дополнительной возможностью работать в режиме прямого биндинга минусы высокая стоимость проводные версии на данный момент доступны только с нулем обязательно нужен квадратный подрозетник из того что исправимо полноценная поддержка в альтернативных системах желательно с сохранением работы в режиме прямого биндинга на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет другим людям найти это видео если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании я оставлю ссылки на магазины где можно найти выключатели этой линейки кроме этого там же вы найдете ссылки на конвертеры описание устройства и обзоры упомянутые соответствующие этой теме мой телеграм-канал страницу facebook и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира и